Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева. Продолжаем знакомить вас с лучшими педагогическими работниками. Сегодня в нашей студии воспитатель года Мария Лазеева. Мы говорим о специфике работы в дошкольном образовании и о том, на что надо обращать внимание в воспитании маленького человека. Если у вас есть дети и возникают при этом вопросы по их воспитанию, звоните по телефону 202-11-22. Здравствуйте, Мария Викторовна! Добрый вечер! Скажите, пожалуйста, как долго вы работаете уже в детском саду? Я уже работаю 5 лет в детском саду, номер 79 Ленинского района города Самара. Это обычный детский сад или с какой-то спецификой? Детский сад с детьми с туберкулезной интоксикацией, то есть с контактными детьми и с детьми с ослабленным здоровьем. Скажите, а с такими детьми сложнее работать? Сложнее, поскольку помимо образовательных задач мы выполняем еще общездоровительные и укрепляющие здоровье детишек. То есть у нас второе направление программы – это общее оздоровление детей и укрепление их здоровья. А ваши функции профессиональные входят именно в эти мероприятия оздоровительные проводить? Или у вас есть специальный человек, который со спортом и здоровым образом жизни связанных? Специальный человек тоже, конечно, есть, но мы проводим все эти оздоровительные мероприятия в течение всех режимных моментов, в ходе всех режимных моментов в течение дня. То есть дыхательные гимнастики во время занятий, пальчиковые гимнастики, хождение по дорожкам здоровья после сна. Закаляем и укрепляем в течение всего нахождения ребенка в саду. Когда вам предложили поучаствовать в конкурсе на воспитателе года, на лучшего воспитателя города, как вы к этому отнеслись? Потому что стаж работы у вас не такой большой, 5 лет. Как всегда я, потому что вперед, потому что есть возможность на таких мероприятиях встретить людей с опытом, профессионалов, узнать что-то, подсмотреть что-то, подглядеть что-то. Так и вышло, много чего увидела интересного, записала в свою копилочку. А что вот можно интересного увидеть у других? Ну кажется, что другие, у них своя вот такая вот методика, это их находка. А вы можете перенять и все это передать детям? Все это передать себе, передать детям, потому что формы проведения занятий, формы развития детей, формы работы какой-то творческого, потому что настолько все педагоги, потенциал высок у всех педагогов, и все привносят что-то свое. Один человек столько не наработает, поэтому каждый перенимает опыт немножко, подстраивает его под свою работу, это неоценимый опыт. Сидя просто в саду, интернет, это настолько все плоско, когда ты видишь педагогов, видишь это в действиях, все эти наработочки. А как вообще, какие конкурсы проходили, как можно выбрать лучшего? Спитатели? Да. Проходили? Как вы соревновались, в чем соревнования были? Мы соревновались в формах работы с детьми, в умении работать с детьми, то есть нами были показаны занятия и работа с родителями, и в ходе этих занятий и работ смотрелось, насколько мы можем быть близки к детям, насколько дети воспринимают нас, как мы можем грамотно выстроить занятия, построить его. А вы на ваших детях вот все это демонстрировали, да? Или на чужих? Потому что педагоги и учителя, они как-то там есть практика такая, дают чужих детей, и вот они все это демонстрируют. Нет, у нас такого не было, у нас было на своих, но единственное, что никогда не практикую тренированных занятий, то есть когда семинары проходят, когда все, просто берешь то, что детям интересно, и тогда занятие пройдет просто на ура, и практикую это с первого года своей работы, то есть когда ребенок может обратиться и высказать ту мысль, которая пришла ему в голову сейчас, тогда ему интересно. Понятно. Ну вот вы стали лучшим воспитателем, скажите, пожалуйста, за что вас так оценили? Вот как вам кажется, в чем ваша изюминка? Почему именно вы? Такой вот анализ, самоанализ вы проводили по сравнению с другими? Ну, в принципе, в течение всей жизни накапливал этот опыт, накапливал опыт приобретения этого знаний, багажа этих знаний, которые несешь с собой со школы эти, отличница, училище отличница, институт уже, правда, не отличница, то есть как-то вот лидерское, наверное, вот это было. Как сказал один педагог в коллективе, тебе помогли победить твои амбиции. Я говорю, ну амбиции, наверное, одни бы мне не могли помочь победить, вроде же нужны знания, умения. А чем вы отличаетесь в работе от других воспитателей? У вас есть особый свой какой-то подход, какие-то свои секреты? Есть особый свой подход. Последний утренник, родители были, молчали, они были в тихом шоке, поскольку у нас праздники проходят как семейные праздники, у нас нет построения, дети выполняют танцы, песни, потому что им это хочется. Мы собираемся на прогулку, мы эти песни, которые нам надо сидеть на стульчиках и учить, мы поем их в ходе одевания, прогулки, возвращения с прогулки. Вот в чем. Они как дома, они пришли, как дома, они пришли на утренник, они знают песенку, которую споют, споют для родителей не потому, что они должны вот так построить. Да, именно в этот день, именно в этот час выучили. Я беру их душу и достаю их душу, потому что вот индивидуализация, мне кажется, поэтому в ГОСы сейчас нас так выручают, что они дают возможность подходить индивидуально к каждому ребенку, к его потребностям, что он хочет, как он хочет. Но это же самое сложное. Вот сколько в группе человек у вас? Очень сложно, 15. 15 детей. Очень сложно. Но тем не менее, это наоборот, делаем бабочек, и все сделали бабочек, которых попросил воспитатель, а два ребенка, не снежинки, два ребенка сделали по-своему. И вот насколько ценой это, то, что сделали, вроде бы и хорошо, что дети поняли, задание сделали, но при этом есть двое, которые свою мысль понесли, которые сделали так. И у меня этих детей очень много, которые вот свое. Они услышали, и я не говорю им, нет, я просто говорю, да, ты немножко меня не услышал, но ты такой молодец, ты сделал вот так, ты увидел это, да. То есть ваше стремление развить вот индивидуальные особенности каждого человека, чтобы он их проявил, да? Чтобы он был активным, чтобы не бить его по рукам. И если мы изучаем деление круга на 8 частей, это не обязательно должно быть на торте. Ребенок предложил напиться, мы можем напиться поделить, мы можем поделить что-то еще просто. То есть у вас такая система воспитания, как у японцев, что там до 5 лет, по-моему, их не ругают, не расстраивают. Вы такого правила придерживаетесь или все-таки нужно? Ругаю. Даже моим занятиям приписали авторитарность. Да вы что? Какой же авторитарность, если вы говорите, что вы молодец и ты молодец? Авторитарность в том, что мои дети знают, что если я прошу, и они помогут мне, то когда они попросят, то я помогу им, я учу их слышать других. То есть если я обратюсь к ребенку, он не слышит, я говорю, ну если ты сейчас подойдешь ко мне, я тебя не услышу. Тебе это будет приятно или нет? Вот на это у нас строится не авторитарность, а мы слышим друг друга. Я попросила их сделать, а они делают, потому что я попросила. И это настолько ценно, когда они нарисовали мне поздравления с победой, и мы стали ложиться спать. Они, как всегда, не засыпают, колготятся. Я говорю, ребят, вот ваши рисунки принесла, их выставила. Я говорю, значит, вы меня любите, значит, вы меня от души нарисовали. Да. Я говорю, ну а что же, я вас сейчас прошу лечь, нам надо отдохнуть глазком, ручком. Что же, это все неправда? Все ли и тишина. Вот это вот такое признание просто. Да, действительно. Вроде бы я авторитарная, я надавила, я их заставила лечь спать. Но через их чувства, через их эмоции они это поняли. А откуда у вас вот эти знания, что нужно именно так? Вот этот опыт откуда у вас? Может быть, из семьи? С вами мама так, наверное, у вас так воспитала? Да, у нас мама четверо детей, и мама всю себя положила на нас. То есть это были коллективные чтения, это была помощь младшим, это было... Да, а вот сейчас такая ситуация, когда один ребенок в семье, как отражается на ребенке? Есть же какое-то влияние? Есть, это очень жалко. Это негативное влияние в большинстве своих детей? Отрицательное, не негативное, а отрицательное для детей. Им тяжело потом в социуме адаптироваться. И очень часто, когда к тебе обращаются родители, что у нас вот с этим проблемы, вот с этим. Я говорю, а кто с ребенком дома общается? Мама, бабушка. То есть и выходит на прогулку сейчас такое время, что люди сторонятся друг друга, обходят стороной, вот есть наши чады, мы на него дышим. Поэтому вот детские сады, это такая палочка-выручалочка, и все так стремятся и правильно стремятся попасть, и так жалко, что они все могут это сделать. Но это очень-то беда. Самой ребенок один в семье, поэтому стремишься, чтобы он общался с двоюродными, с кем-то, потому что нужно детям общение со сверстниками. С родителями хорошо, но сверстники обязательно необходимы ребенку в его жизни. А вы всегда хотели быть воспитателем? Или так сложилось у вас в жизни, что вы вот попали в детский сад? Хотела быть учителем начальных классов, но сложилось так, что попала в детский сад и не жалею. Потому что в детском саду дети еще абсолютно не тронуты внешним миром, они пришли только из семьи, и ты их знакомишь с внешним миром. Ты знакомишь с тем, что может с ними произойти, что есть в этом мире. Ты знакомишь их с явлениями. Да, но это такая большая ответственность. Вот вы говорите, приходит такой маленький человечек, вот практически чистый лист, да? И вы ему даете вот это направление. И такая радость, когда ты даешь ему вот эти основы гуманности, ценности общечеловеческие, вот это вот не обижать ближнего, слышать ближнего, не бояться узнавать что-то новое, не бояться себя показать, высказать точку зрения. Ко мне часто, когда приходят на открытые занятия, поражаются именно моим детям в том, что они не боятся. Любое занятие проходит, даже было занятие, ребенок, все подготовлены, как всегда, загадки, все. И тут, ребята, какую загадку загадаем? Мальчик у нас есть очень начитанный, много читает, интересуется. Он загадал свою загадку. Какое, говорит, хвойное дерево посадить, чтобы не было мошек рядом. Перебрали все хвойные деревья нашей местности, это был кипарис. Но ребенок не постеснялся, были чужие приглашенные педагоги, то есть на семинар приходят значительное количество чужих людей, но дети не стеряются и не стесняются. То есть вы учите проявлять инициативу? Это самое главное. Павгосом сейчас от нас ждут, чтобы мы подготавливали детей, готовых к обучению. Не чтобы они читали и писали, чтобы они были готовы брать эти знания, чтобы у них был интерес брать эти знания. Я всей душой поддерживаю это, чтобы был интерес в детях. А с родителями не возникают у вас проблем? Потому что мы говорим о современных детях, не стоит забывать и о современных родителей, что тоже они такие. Проблема с современными родителями в том, что они более заняты материальной стороной жизни детей, обеспечения детей. В том, что они считают свое воспитание единственно верным, единственно направленным. А вы можете что-то посоветовать родителям? Или вы не вмешиваетесь в межличностные отношения ребенок-родители? Пытаюсь, пытаюсь, иногда прислушиваются, но не всегда. Когда-то родители считают, что их мнение единственно верное и продолжают в собственно выбранном направлении. Вот здесь же может возникнуть конфликт интересов, не интересов даже, а воспитательных направлений. Потому что родители воспитывают так, а вы считаете, вы знаете этого ребенка, и вам кажется, что нужно его вот так воспитывать. Воспитываю его вот так, пока нет родителей. Поскольку у меня дети, вот маленькие приходят, они говорить не умеют, но они перед тем, как попросить стакан воды, они говорят, и как умеют, кивками, дайте мне, пожалуйста, воды, пожалуйста, спасибо, это обязательно. Вот 6 лет ребенка, он говорит, а почему я дома не говорю маме, пожалуйста? Я говорю, но я не знаю почему, тебе не тяжело, маме же приятно от этого. А здесь они знают, что он должен попросить, пожалуйста, что это приятно, что когда к нему обращается воспитатель, он просит, пожалуйста, принеси, пожалуйста, помоги. А в семьях даже этого нет. Я не могу с этим ничего поделать, просто не могу. Поэтому я даю это в тот момент, время, когда ребенок со мной. Я даю ему увидеть, что от этого тебе лучше, ты лучше. Да, вот интересно, после этого в семье он будет говорить, вот пожалуйста, спасибо и так далее? Это у него останется, или он это практикует только вот когда он с вами и вот в группе? Вот это вот. В какой-то мере, полностью не будет, поскольку это не принято, и он боится проявлять это в семье, поскольку это там не принято, и это будет считаться чем-то особенным. То есть он получается здесь, в саду, более раскрепощенный, чем дома. Дома вот такой стиль поведения, он его придержит, он его ведет, это тоже установлено в семье. Да, ну это ваша заслуга, раскрепостить ребенка в детском саду, в группе, хотя вот мы все знаем, что воспитатель это такой вот, ну не тренера, ну не диктатор даже, а все, вот слушайте, как я сказала, делайте так. А вы даже при том, что... Выравниваем детей, заставляем их быть одинаковыми, похожими друг на друга, а мы же все личности, мы все разные. Да, повезло вашим воспитанникам, вот судя по тому, что вы говорите, действительно такие правильные вещи. Ну я предлагаю вспомнить ваше участие в конкурсе, посмотреть сюжет, ну а потом мы продолжим разговор. Держите, только ждите, не закрывайте друг друга. А теперь продукты питания, да, молочные? Тамара Тимофеева приехала на конкурс из Жигулевска. В сфере дошкольного образования работает почти 15 лет. Уверена, воспитатель – это человек с огромным сердцем, открытым для детей и их родителей. Интерактивный проект «Волшебные улей», с помощью которого дети дошкольного возраста познают мир и развивают творческие навыки, Тамара создала вместе с командой единомышленников. Это мобильный короб, у которого внутри есть рамки с сотами, в которые заполняются картинным материалом на разнообразные темы, по разным лексическим темам. Это карты, схемы, цифры, алфавит. В него можно вставлять все, что угодно. И с помощью этих рамок моделировать именно разную образовательную ситуацию, игровую ситуацию создавать совместно с ребенком, по инициативе педагога, обучая и привлекая к этому процессу потом детей. Конкурс «Воспитатель года» проводится в регионе шестой год подряд. На этот раз участие в нем приняли более полусотни человек. 32 человека в номинации «Педагогическое творчество» и 20 в спецноминации «Методическая работа». В финал вышли только 10 участников, лучшие на районных турах, готовые к творчеству и саморазвитию. Современный воспитатель, он сегодня очень жизнерадостный, творческий, очень компетентно подкованный, потому что на сегодняшний день в Самарской области созданы все условия для непрерывного повышения квалификации и повышения профессионального мастерства. Это ряд взаимосвязанных мероприятий, включающих в себя как курсы, так и различные конкурсы, фестивали, методические недели и другие формы. Организаторы говорят, что с каждым годом выбрать «Воспитателя года» все сложнее. Работы, которые предъявляются воспитателями год от года, по своему качеству, по своему методическому уровню, растут. И, по сути дела, те разработки, которые они сегодня предъявляют, становятся теми основными методическими идеями, которые будут тиражироваться на всех территориях, благодаря чему общий уровень дошкольного образования у нас в области будет повышаться. В этом году победители конкурса получили денежные премии в размере 15 тысяч рублей и подарки от спонсоров. А лучший воспитатель в номинации «Педагогическая работа» – право поехать на всероссийский этап конкурса. Мы увидели ваших коллег с областного уже конкурса уровня. Мне хотелось бы, знаете, еще что узнать? Вот вы наработали такой опыт, вы как-то это вкладываете в какие-то методики, может быть, научные разработки. Вот это все оформляете, потому что вот вы поработали, поработали, ушли, и все это как-то ушло, уйдет вместе с вами. Вот это нужно же как-то оставлять, закреплять. Есть у вас такое направление в работе? Направление есть, но только начато, поскольку все равно, считаю, 5 лет опыт небольшой, но в ближайшее время планы просто настолько разновозрастные, настолько разноплановые. Да, после этого конкурса понимаю, что столько, оказывается, у меня есть того, что можно оформить и отдать, помочь педагогам своим опытом поделиться. Понятно. А сегодня вы какими методическими разработками пользуетесь в вашей работе? Вот на чем основана ваша работа? Какая-то есть специальная методика? Или это больше лично у вашего, то, что вы вкладываете? Нет, мы работаем по федеральному образовательному стандарту, но используем, привлекаем парциальные различные программы. То есть это и программы оздоровления, и программы творческого развития, лыковые цветные ладошки мы используем, и Николаева юный эколог. То есть направления развиваем все, составляя свою программу, привлекая то, что мы считаем нужным, необходимым. А вы что привлекаете? Вот у вас основное направление какое? Потому что вот у меня есть такая информация, что вы как-то связаны с природой. Естественно, научные, да, у нас направления, да. То есть, мне кажется, любовь... А как можно сюда природу подтянуть? Любовь у детей к стране, к городу закладывается из любви к ближайшему окружению. Мы вместе выходим, мы вместе убираем листья, мы вместе разбрасываем, мы вместе поливаем. У меня дети, приучаю их тому, что вот идем мы летом, когда у нас летний сезон, поливать. У меня дети напоминают мне взять лейки поливать. Не я. Зимой идем, у меня дети напоминают. Мария Викторовна, надо взять корм, вы забыли птичек покормить. То есть я так вот забываю, забываю и корм взять, и лейки, все забываю. Если я сказала, сегодня копаем картофель, они не отойдут от меня, пока мы его не выкопаем. И это все сопряжено еще с проведением опытов научных. То есть это все... А вы где, в садике проводите? В саду. Да, мы топим яйца в соленой воде, мы исследуем свойства воды. Причем они очень обижаются, что у нас ни шипящий, ни кипящий опыт. Я говорю, давайте мы наработаем с вами опыт, работа в лаборатории, а потом будут шипящие, кипящие опыты. Сейчас у нас картофель стоит на окне, внизу он пускает ростки в воду, а сверху листья выращивают. Где они еще это увидят? Да, действительно. И цветы сажаем, сажаем, не знают, что их надо полить, они знают, что за ними нужно ухаживать. Ну вот экологическое воспитание, на мой личный взгляд, такая слабая ступенька, такая вот не совсем высокая в нашем образовании, ну в школьном как минимум, вот нет такого прям экологии, что это вот прям номер один или хотя бы среди каких-то предметов. А вот в дополнительном образовании, в дошкольном, какое место экологическому воспитанию уделяется? Потому что нужно же с самых ранних лет это воспитывать, а не потом уже, когда все сложили свое мировоззрение, и им что-то прививать там по экологии. С ранних, с самого... Когда они выходят в два года на прогулку, цветы, и мы их не рвем, и другие воспитатели говорят, нет, он же два года ему не объяснишь. Я говорю, нет, объяснишь, нет, покажешь, что вот ты его сорвал, все, цветочка нет. Вот, то есть мы объясняем с измольства, с малолетства, что птичек кормим мы тоже, у нас это во всех группах идет по нарастающим. А кто у вас лично сформировал вот такое трепетное отношение к природе, что вы его сегодня передаете детям? Как это сложилось? Это сложилось просто от любви к природе. Дачный домик, домик в деревне. Люблю видеть, как растет, так же и дети. Видишь результат своих трудов. Так и цветочек, и семечка посадил, вырастет. Посадил дерево, выросло дерево, детей приучая. Посадил дерево, старик. Оно вырастет, старик, ты плодов не увидишь. Я не увижу, а люди мимо пройдут, спасибо, скажут. Вот. Думать о других, думать о будущем. Ты не съешь другому, спасибо, скажут. Не только о себе. И дети очень часто. Сирень сажаем. Зачем? Вы уйдете в школу, здесь будет красиво, сирень. Придете, а дети будут смотреть. То есть заботу все равно я хочу, чтобы люди заботились о ближнем, чтобы эти детишки знали, что еще рядом есть другой. И мнение другого не только свое, единственное верное. Чего в нашем обществе очень не хватает, когда сейчас каждый заинтересован только собой. Да, вот у вас, это ваша программа дополнительного образования, естественно, научной направленности, природа и фантазия. Это вы ее разработали? Да. А вот вы хотели бы, чтобы и другие воспитатели воспользовались вот этой программой и тоже прививали детям любовь к природе? Я бы хотела, да, чтобы у педагога возникло желание использовать эту программу, прививать, поскольку это очень интересно. А кто вам может в этом помочь, чтобы вы ее как-то распространили, афишировали, чтобы ей заинтересовались? Участие в различных семинарах, презентации этой программы, презентации, участие своих детей в различных, естественно, научных конкурсах. Очень много сейчас этих конкурсов. В школах очень популярны первые шаги в науку, когда дети учатся оформлять научные опыты, проводить научные опыты, защищать научные опыты. То есть это сейчас очень актуально. Да, а не рано еще для таких вот детей маленьких защищать опыты научных? Вот именно мы с детства учим отстаивать свое мнение, почему ты так сказал. Ты же не можешь голословно сказать, вот я прав, я так. Нет, мы учим их обосновать, рассказать, почему именно это мнение он высказал. Учу самостоятельности, чтобы они были людьми с большой буквы. С таких малых лет и уже самостоятельно. Правильно, вот с вами на 100% согласны. Я напомню нашим телезрителям телефон 202-11-22. Звоните, задавайте свои вопросы по воспитанию детей, потому что у нас действительно уникальный гость сегодня. Лучший воспитатель города Самара. Юрий Викторович Самохвалов сообщает. У нас в Самаре только мы, два человека, обучаем с малых лет изобретательству и творческому мышлению. У нас есть сертификаты. Мы в конкурсах не участвуем, но занимаемся с детьми профессионально. Обратите на это внимание. Профессионал Юрий Викторович Самохвалов. Вот видите, есть профессионал и не участвует в конкурсе. Поэтому вот конкурсы... Вот участвовал бы, и мы бы знали широкая публика о таком человеке, об этих изобретателях и работниках. Понятно. То есть вы будете и дальше стремиться участвовать, предлагать себя сами, проявлять инициативу, участвовать в различных конкурсах. Участвовать, перенимать опыт, использовать опыт других педагогов, да. Да, мне кажется, вот вашим опытом действительно нужно делиться. Среди ваших хобби я обнаружила два таких противоречивых занятия. С одной стороны вышивка, а с другой стороны велосипед, лыжи, коньки, байдарки. То есть это совершенно разная вышивка, и тут, пожалуйста, такой активный отдых. Вот это вот противоречие, оно и в вас есть. Есть. Да, вы можете, как может такой активный человек, сидеть и вышивать. Потому что получается работа, получается красота, получается дело рук твоих. Я люблю творить то, что видно. Я не люблю вышивать картины, я люблю вышивать нужные вещи, подушки, на фотоальбомы, обложки. Практичное такое направление, да? То, что нужно людям, не знаю, считаю, что повесить картины, это красиво, все, но для этого есть художники, которые будут рисовать, есть другие люди, которые вышивают эти картины. А я люблю делать то, что мне интересно, то, что кажется необходимым и нужным людям, хочу быть нужной людям. Боюсь делать то, что не нужно людям. Да, но вы такой человек, наверное, экспериментатор, да? Вы любите экспериментировать, что-то новое, познавать, участвовать, инициативу проявлять. Вот, может, вспомните какое-то из последних событий, где вы вот, может быть, даже удивили всех своей инициативой какой-то изобретательностью? Например, вот, я вас подталкиваю к тому, чем вы поделились со мной на эфир, что вы прыгнули с парашютом. Вот это что, такой воспитатель? И вдруг с парашютом прыгает? Это вот разве? Ну, это другое, другая область. Интересно испытывать что-то новое. Из последнего я работала моделью в художественной школе, у учеников художественной школы. То есть настолько я люблю пробовать себя в новых ролях, пробовать разные сферы. Последнее время, даже стоя на светофоре, когда светофор горит одну минуту, понимаешь, одна минута жизни улетела, пока ты стоял на светофоре. Почему-то хочется много нового света. Вы делитесь с детьми, вы рассказываете им о том, что вы прыгнули, что вы там вышли или еще что-то сделали? Обязательно приношу, показываю, потому что заражаю их тем же. Они тоже приходят, делятся, рассказывают. Любое событие в их жизни, я в курсе этого события, они приходят и делятся со мной точно так же. Они чувствуют, что если я делюсь с ними, значит, и мне интересно то, что рассказывают они. Детям главное, чтобы они были интересны, чтобы... Тоже. Да. Да, невероятно. Вот еще хотелось бы от вас услышать, вы же общаетесь тоже с родителем и видите, наверное, типичные ошибки современных родителей. Вот поделитесь своими знаниями, чего не нужно... Какие вот ошибки допускают родители в воспитании? Скажите, что этого не нужно делать. Или наоборот, отметьте какие-то, может, положительные, что нужно делать с детьми вот такого возраста? Не нужно ставить во главу угла материальные ценности для детей. Не нужно показывать детям, что самый дорогой подарок тот, который стоит дороже. Я пытаюсь детям объяснить, что тот подарок дороже, который тебе интересен, с которым тебе хорошо, а не тот, который стоит больше денег. Но мы живем сейчас в таком материальном мире, они же будут с другом. Вот вы научитесь, научите их другому, и они будут выбиваться как-то. Ну, я выбиваюсь, это сложно, но ты от этого больше чувствуешь себя человеком. Многие поражаются, как можно с такой зарплатой жить, как можно это, как можно то. Просто ставить реальные цели и только то, что действительно тебе необходимо. Не рваться за общими правилами, за общими нормами, привитыми обществом. А вам не сложно, вот вообще такая система педагогическая, это довольно-таки такая, ну не одноликая, но все, вот система, да? А вы вот человек системы, вам не сложно случайно вот работать вот так вот и выбиваться, и учить там, и воспитывать индивидуалистов, ярких личностей, не сложно? Нет, потому что я делаю то, что я действительно хочу делать, действительно то, что мне интересно. Меня никто не заставляет этого делать, поэтому легче противостоять. Главное, чтобы по рукам не били, вот за то, что вы... Ой, спасибо, спасибо нашему начальству, это очень много значит, когда действительно видят, да, что человек работает, дают работать, помогают работать, это очень много значит, потому что пробовала в этой жизни, и это очень-очень плохо, когда не помогают сверху, когда сверху мешают, когда не дают развиваться и расти, это очень мешает. Да, да. Наталья заинтересовалась вот вашей методикой и просит ваш телефон, вот я не знаю, какой-то контакт можете, как вот с вами выйти на связь, какой, какой... Детского сада телефон. Телефон детского сада продиктуете? Да, на сайте детского сада нет. Нет? Не помню на язык. Не помните, ну у вас, давайте назовите свой детский сад еще раз, чтобы в интернете, конечно, все это можно найти. Детский сад номер 79 Ленинского района. 79 Ленинский район, и в интернете можно найти телефон и адрес. Про ваши дальнейшие планы. Конкурс прошел, что дальше? Буквально несколько слов. На чем сейчас сконцентрируетесь? Чем будете заниматься активным опытом? Оформлением своего опыта. Оформлением, фиксированием своего опыта, наработанного, который был только в моих записях, удобных мне. То есть оформлением, обработкой, усовершенствованием. Вот у меня прям вот руки горят уже заняться именно вот этой работой. Да. Вот вы сказали, что у вас была мечта работать и в школе тоже, да? Вы думаете, что когда-то вы уйдете из садика и придете в школу работать? Нет, я не думаю, что когда-то уйду и приду в школу, но не исключаю. Когда учились мы на учителя, нам говорили, я говорила, я не знаю, буду ли я работать, я рада учиться, у меня есть такое образование. Вот выбрала биологическое именно в связи с тем, чтобы работать с растениями. Ну что ж, пожелаю вам, чтобы все ваши мечты сбылись. Спасибо большое за вашу работу. Всего вам самого хорошего. Прощаюсь я и с вами. До свидания.